что мои дорогие у меня прошло где-то полтора часа как закончилась операция может быть два вот на вот этот глаз я поставила камеру думаю такая свеженькая после операции сразу вам расскажу насколько у меня хватит сил давайте сейчас вам открою этот глаз немножечко здесь ярко вот мой глаз вот он это когда за меня замена была хрусталика вот там расширена наверное зрачки я не знаю значит ощущение какие ощущения такие что режет слезы сопли эта часть сопли режет немножечко слабость кушать очень хотела я приехала пластинка поела сейчас хочется полежать но ведь думаю по свежему вам расскажу потому что может быть это будет интересно все таки вся процедура я пришла что мне сделали быстренько я там кучу бумаг подписала потом ряд процедур каких значит у меня проверили опять глаз спросили герпес у меня был или не был потом я дурепала такая пришла с нарощенными ресницами вот я могу смотреть немножко тяжело потому что ярко с нарощенными ресницами пришла вы понимаете дурепала у меня сразу такая паника мне сказали операцию делать не будут потому что нарощенные ресницы разве что через неделю естественная сразу я не могу откладывать на неделю потому что следующая операция аж в октябре была бы на второй глаз я не могу такое себе как бы позволить выше у меня же здесь все абсолютно по времени вот я не знала такая вся в панике думаю господи что с этим ресницами делать как их снимать давай звонить там одной моей материцы который мне наращивала ресницы прошу раз чтобы она мне сняла на готова я не могу сейчас оставить клиентку и снимать тебе ресницы я горит такая доктор давайте мне их врежьте мне все равно брейте режьте мне все равно только опираться сегодня надо делать вот он такой говорит не подождите надо узнать почему бегали что мы бегали якорно давайте я может быть здесь в рядышком салоны какие-то я поищу вот и попрошу меня сняли ресницы в общем дело заканчивалось тем что не могут отказать операции потому что ресницы нарушены я почему-то я ступила короче говоря пока доктор бегал 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 я повторно на камеру рассказываю пока доктор бегал узнавал что с моими ресницами делать и на когда меня записывать и могу ли я пойти быстренько снять и прийти через час пока он там бегал я такая сидела 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 и такая думаю раз я рисканула а я еще а я тебе говорила оксана что я еще звонила к свете и спрашивала света а если я порежу ресницы когда они вырастут она говорит месяца два надо три я думаю ну как раз сколько здесь я буду столько будет они расти я говорю ну чтоб они выросли так чтобы ты могла уже на них сюда не нарастить если что вот видишь темнеет солнца нет я уже могу смотреть оксана это нужно это наша такая сижу вниз просто туплю вот смотрю вниз и думаю надо что то делать я говорю так они же у меня нарощены ресницы не самого же края они же уже отросли 20 дней назад наращивали так что выгорю можете их отрезать он такой господи хоть бедненький такой господи он такой молодой же вы знаешь он видите будильник у меня это мне капли нужно после операции каждый час я будильник на каждый час поставила бедники не знал что за что хвататься как мне помочь была операция сегодня чтобы тоже отказывают там наверху операционной он такой заходит они до того как он зашел я опять возвращать тому я такая сижу туплю и такая вот в одну точку ставилась я не понимаю что мне делать так резать мне где сильно все равно мне самая главная операция сегодня резать или зачем мне резать я же могу их срывать вот оксана это так было и я начала судорожно их дергать бегом слаживать в ладошку смотреть на это все и такая я понимаю слушай точно я же могу это сделать его помочь давай с другой срывать он такой заходит я такая раз все выбросила сижу а я уже без ресниц а вы себе хоть что-то там оставили я вреда у меня их там много и очень короче давай этот микроскоп смотреть и он такой две реснички осталось я это вы мне покажите где не я их не 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 я вот сейчас идет за пинцетами идет такой хвост я никогда этим не занимался ой у меня еще такого не было ресницы нарощены снимать у дамы у меня такого еще никогда не было так это не тот чтобы не думали то не тот хирург который мне операцию делать тут хирург который мне делал операции там что мама дорогая тот на другом этаже в хирургическом отделении это тот который подготавливает молодой парень такой молодой специалист такое чудо еще знаешь ну вот мне так понравилось как он еще он же так мотикнулся ой извините он такой извините знаешь такой я никогда же тем не занимался господи извините это все нормально говорю мы что-то свои одесса рули короче он берет это пинцетики вот это вот сейчас как-то к показать вот так вот аккуратненько меня вот как девственница так что-то я выторвите вытерю сизы и значит что вы мне такните просто пинцетом вот где она я ее дерну и в общем я так вытернула ресницы со второго глаза он мне две штучки очень аккуратненько снял потом так пинцетиком отсюда аккуратненько вы так вот снимал думаю господи если бы этот врач знал что мы себе как как нас мы вырываем себе пинцетом брови если бы он почувствовал хоть раз то он бы не аккуратненько так пинцетом в общем вот такая вот фигня у меня это одна была вторая в общем я пришла туда капали капали мне в глаза делали мне пробы чтоб не было у меня видимо аллергии там на какие-то их обезболивающие не знаю измерили мне давление взяли смены кровь опять что-то капали опять что-то капли опять лежала опять капали я опять не лежала сидела опять капали потом она открывает глаз какой-то гель мне туда заливает именно такой гелем прямо без глаз и начинает по сумасшедшему печь еще раз этим гелем по сумасшедшему печь и наконец я думаю через час меня где-то позвали открывайте глаза идите а так мне когда закапывали все и все закрытыми глазами лежала сидела открывать его за идите открываешь глаза идешь там такой аппарат еще мама дорогая вам примерно скажу аппарат где-то размером когда вы делаете мрт вот такой только вас вовнутрь туда не засовывают а вы сбоку что там лежите все остальное такое-то огромное даже наверно больше ой у меня в этот глаз такое ощущение увидим а там вот так вот были вот эти как лазер вот так вот вот так он видимо и вот у меня иногда здесь чуть-чуть вот так вот сверкает блин капец короче положили меня еще какие-то фейверки из вас будет идти буду ходить и скрыть глазами вот и короче говоря положили меня все намазали этот глаз взяли его там намазали чем-то залили опять намазали никакой нежности вообще-вообще как свинью перед тем как резать на мясо видишь так вот тут глаз ну и берет мне какую-то хрень на глаз наваливают такую вот такую всю надавили глаз вот так вот вылез я даже не знаю как вам показать как он вылез вот так вот так вылез вот я так чувствовала вот вот так и вот с таким вылупленным глазом вот моим яблоком он мне говорит посмотрите пожалуйста на свою обувь я вообще не понимаю как с таким лупленным глазом вот вылупленный глаз вот я прямо чувствовала такое знаете когда вот в мультиках прямо такие звери с такими глазами вот так вот так зрачки точно вот эти и меняют посмотрите на свою обувь правее левее вот так боже мой это такой ужас конечно короче операция проходит какие ощущения примерно я вам сейчас скажу он отвратительно неприятные очень яркий свет и все и все остальное неприятно а вот это же розысками да вот я сейчас хочу рассказать ну в общем не что-то там делают делают видимо когда мне хрусталик сам раздробили и его оттуда уже забрали мой родной то я перестала видеть естественно такая и вот в этот момент где я перестала видеть как моя дочка говорит что когда она перестала видеть у меня паника началась потому что там есть такой момент ты же не видишь но я сразу на двух глазах делаю знаешь а у меня у меня просто блаженство было думаю господи какая прелесть темно стало потому что до такой степени оно все яркое и потом я начинаю потихонечку потихонечку он там что-то смывает воду что-то так счищает что-то делает и потом я потихонечку потихонечку начинаю видеть чуть-чуть эти опять три точечки вот этих вот больше 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 он говорит вы видите точечки я Я не могу ему ответить Я пытаюсь, я понимаю, что я не могу И я думаю, как же ему ответить Он говорит, сколько вы видите Но уже ему не скажешь Я пытаюсь сказать, я понимаю, что я не могу Но я начинаю руками показать Но я не понимала, сколько я пальцев показываю А вот вы сказать можете? Я говорю Я говорю Ну можно мне заклину? А мне девочки положили Вот эту резину на глаз Они мне придавили И рот все приклеилось Потому что они потом вот так вот отрывали Вот так вот отрывали Девочки, ой, мы вам рот заклеили Короче, мне заклеили рот Еще пытались со мной разговаривать В общем, вот такие смешные две Истории Дооперационные и послеоперационные А сейчас вот я живая, здоровая С вами разговариваю, но мне некомфортно очень с глазом Ну все Я думаю, хватит новостей на себя Вот, сейчас буду закапывать Так, всем вам привет Сегодня у меня второй день после операции Я не могу даже глаз открыть, все течет Я правда его закапала Сейчас постараюсь на вас посмотреть Зайти в темное место Постоянно нос течет Сейчас зайду в темное место на кухне Здесь Ой, постараюсь открыть глаз немножечко Стремно Раз Два Три Ой, стремно вообще Ой, господи Он так режет Короче В любых состояниях В любых состояниях Не забывайте, что это состояние временное Хорошо Через это надо пройти Мне сейчас еще ехать на эту проверку Я сейчас буду вызывать такси Девочки Девочки Я, по-моему, второй раз Прослезилась на своих видео Не могу сильно долго открывать Держать открытыми глаза Потому что очень слезятся они Один раз я помню, когда мы что-то Видео у меня было с дочкой И вот сейчас я делаю это Когда видео с дочкой делала Это просто такие были очень жизненные Такие у меня эмоции Реальные Я не хотела даже их вырезать Было очень тяжело Я помню, мне тяжело было очень слушать Как я думала, что я все правильно делаю А дочке это все доставляло Только боль И вот это мне очень тяжело было слышать Потому что, ну, правда Кому правда нужна? Правда чья? Дочкина правда Потому что мы считаем Мы родители Мы всегда правы Делаем все комфортно для детей Никто не спрашивает, комфортно ли им Вот И надо набраться сил и слушать детей Ладно Я немножечко в таком состоянии И немножко нырнула И туда с закрытыми глазами С вами общаюсь Так вот И сегодня второй раз Со слезами Только потому, что Девочки, я хочу Чтобы вы понимали Что Любые вещи Через которые вы проходите Вот они всегда вас вводят В такие состояния Которые нужно выдерживать Сейчас, например Да, вот я Немножечко тяжело Потому что глаз Потому что не могу смотреть И на глаза Я не могу не идти Ничего Да, я как бы Я иду Я один глаз открываю Но это все больно Только для того Чтобы вы понимали Что я не всегда такая Вот веселая И все у меня так Охренительно хорошо Вот прямо всегда Бывают по-разному Абсолютно Вот Но вы знаете Я встаю с колен Вот Даже иногда бывает Жизнь опускает ниже Ты плащмя лежишь Где-то там на дне Ты берешь И со всех сил Встаешь Вот И потихоньку 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 Начинаешь двигаться Потом ты видишь Что ты летишь Вот Вот так же примерно Ситуация со здоровьем Да Решила что-то сделать Оно тебе так Хуяк тебя и туда На дно Но ты знаешь Что день второй Третий И твой глазик откроется И ты восстановишься И ты будешь порхать Вот самые такие Сложные моменты Вот например Как у меня сейчас Такое некомфортное состояние Но я знаю причину И я знаю Что все будет хорошо Вот такие состояния Старайтесь не опускаться Вот Проревелись И вздохнули И поперли дальше Сегодня всего лишь Второй день после операции Что я хочу Да Мне нужно быть просто сильнее Вот так вот И тут уже не смотришь Ни на красоту Ни на что Ну ресницы конечно Я выдирала вчера Офигительно Так все Значит видите Все окей Все хорошо Все нормально Мы улыбаемся Все остальное Это только дело времени Я вас всех люблю Очень Я с вами делюсь Вещами Которые Хотелось бы с вами Поделиться Для того чтобы Чтобы вы Возможно Возможно Это приняли как-то во внимание И это вам помогло Ну я имею ввиду Что кто-то операцию Может быть захочет делать Может быть кто-то Просто Следит за моей жизнью И у него Его жизнь как-то кажется Не такая хреновая Знаете Это очень помогает Мне в моем случае Помогало тоже Давайте Мои дорогие Давайте попробую Еще открыть два глаза Вот Открыла Кто не может Меня смотреть Вот так Вот у вас Слизятся глаза Просто слушайте меня Все Давайте Мои дорогие Приветики Приветики Мои все дорогие Я вот продолжаю Виде Опять в темноте Потому что Мне комфортно Я здесь в уголочке На кухне У брата В доме Здесь у меня Прямо норочка Такая моя С моими глазками Потому что С левым глазиком Потому что Я не могу При ярком свете Еще мне тяжело Так вот Я вам хочу Сказать Сегодня Среда И сегодня Сейчас скажу Какое шестнадцатое число А четырнадцатого У меня Была операция И вот ровно Через сутки Я могла Вчера Ровно были сутки В пять часов вечера И я вчера Могла нормально смотреть У меня не царапало Не царапало глаз Да Потому что Постоянно было Такое ощущение Что туда что-то попало Очень много песка И вот это Очень сложно Мне было И очень некомфортно Мне было И все Ровно сутки Вы представляете Даже засекла Я смотрю Я могу смотреть Могу моргать Мне не надо ничего капать У меня уже ничего не царапает Я смотрю на время Боже Мы ровно сутки прошли И вот я утром Я в инстаграм Всегда Естественно Выставляю Сразу Свои Сторисы И кто Меня смотрит В инстаграм Сразу Может это Отслеживать Так я вам скажу Что после операции Когда удаляют Кристаллик И Лазером Лазером Все это делается То через сутки Вы будете Себе очень чувствовать Комфортно Скажу Что мне немножко Тяжеловато Постоянно быть На ногах У меня еще Тяжеловато Энергии Такой еще Ну сложно Ее вырабатывать В себе Что я вам могу сказать Ничего не бойтесь Второй глаз Я думаю Я уже не буду Видео делать Может быть Сделаю какое-то Коротенькое Потому что Я думаю Что будет то же самое Я надеюсь Что не будут Никакие сложности Ничего Мне уже разрешили Лечить мои зубы Ой Про зубы Это вообще отдельная история Вам расскажу Тоже Будьте аккуратны Зубами Это будет уже Отдельное видео Честно Я здесь Столько В себе Открытий Сделала Сколько У меня Болячик Знаете Как вынашивала Свои болячки Все 4 года Сколько Было В Америке А сейчас Начала себя Хорошенечко Так проверять И Очень хорошо Все-таки Обнаруживать То Что не дало Еще о себе Знать Но не всегда Мы можем Это делать Болячики Такие вещи Коварные Ну все Давайте Пока-пока Всего хорошего Пока